МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Министр просвещения России Сергей Кравцов в преддверии нового учебного года прибыл в Самару, чтобы осмотреть строящиеся школы и провести общероссийское родительское собрание. Сэкономить 30% на проезде в общественном транспорте. Какие плюсы дает карта жителя Самарской области своим обладателям? Победители выбирали по специальной математической формуле. В областном центре подвели итоги второго тура акции «Самара. Я привит». Самарская область стала площадкой для обсуждения лучших российских практик и наработок в области образования. Министр просвещения России Сергей Кравцов в преддверии нового учебного года прибыл в областную столицу, где провел общероссийское родительское собрание и осмотрел ряд объектов социальной инфраструктуры, в том числе школу номер 26 на пятой просеке, детский сад на улице Подшипниковой. Все подробности в сюжете. Российские школы готовы к приему 17 миллионов учащихся. В этом году День знаний в России пройдет очно в традиционном формате. Об этом министр просвещения Сергей Кравцов рассказал во время общероссийского родительского собрания, которое он провел в Самаре. Представители других городов подключились онлайн. Будут усилены меры, соответствующие, которые рекомендованы Роспотребнадзором, Министерством здравоохранения, чтобы обеспечить здоровье учащихся, учителей, педагогического коллектива. Я прошу всех с пониманием относиться к этим мерам. Только их соблюдение позволит нам продолжить учебный год в очном режиме. Собрание состоялось в 26-й школе на пятой просеке, которая в этом году откроет свои двери для учеников. Сергей Кравцов осмотрел школу. Ее строительство стало возможным благодаря нацпроекту образования. Первый корпус рассчитан на 600 человек, а строительство второго корпуса на 850 мест активно ведется в настоящее время и находится на личном контроле губернатора Дмитрия Азарова и главы Самары Елены Лапушкиной. Здесь непростая ситуация. Это Октябрьский район, очень плотная застройка. И построилась 26-я школа. Я посмотрел, очень современная, новая. Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что в ближайшие три года в регионе планируется построить 12 новых школ. В том числе две в Октябрьском районе Самары, где очень сложно подобрать для этого земельные участки. Выбранную территорию нужно еще перевести из федеральной собственности в региональную. Сергей Кравцов пообещал помощь министерства в этом вопросе. При поддержке федеральных властей в Самарском регионе за три года уже ввели в эксплуатацию 9 школ почти на 8 тысяч мест. Вошли в систему образования и 40 зданий детских садов. До конца года введут еще 10. В общей сложности в новые садики могут ходить почти 14 тысяч детей. Один из садов сейчас достраивает. На улице Подшипникова и он рассчитан на 112 воспитанников. Запланировано 21 ясельное место. Кроме того, здесь создадут две специализированные группы для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и расстройствами аутического спектра. Раньше на этом месте был ведомственный садик Минобороны. Здание долго пустовало, его подтопляло. После передачи земли муниципалитету старое здание снесли. И на его месте начали строительство нового. Однако потребовались дополнительные дренажные работы. Проект у нас есть. Подрядчик уже приступил к исполнению. Это, безусловно, в том числе сказалось немножко на срок. Но посчитали, что лучше сделать сейчас. Ввести в эксплуатацию детский сад планируют до конца этого года. Такая практика для крупных городов, для густонаселенных районов, она, конечно, крайне важна. Понятно, нет проблем на окраине построить и найти место. Еще один вариант решения проблемы – возвращение в систему дошкольного образования зданий, которые ранее занимали в том числе и чиновничьи структуры. Таким образом, вторую жизнь получил детский сад на Карла Маркса. В регионе проблема также решается путем создания образовательных центров, которые включают в себя школьное и дошкольное образование. Такой опыт применили при строительстве общеобразовательного центра в Красноглинском районе, где у дошколят есть отдельный вход. Министр просвещения обратил внимание и на высшее образование. Обсудил с руководством региона возможность выделения дополнительной федеральной поддержки на ремонт и реставрацию самого старого корпуса педагогического вуза знаменитого «Сундука». В этом году университету исполняется 110 лет. Постепенно происходит обновление корпусов педагогического университета, благоустраивается территория вокруг корпусов. Но один из них на улице Максима Горького, где располагается исторический факультет, по-прежнему остро нуждается в реставрации. Президент страны, как отметил Сергей Кравцов, принял решение о поддержке педагогических вузов. В этом году выделено 5 миллиардов рублей, в следующем году еще 5 миллиардов, поскольку будущие учителя должны получать качественное образование в соответствующих условиях. Светлана Кудрявцова, Василий Колдашов. События. Все больше дорог в Самаре приводят в порядок, ремонтируют проезжие части и наносят разметку. Разделительные полосы появились на отремонтированной дороге на пятой просеке. Слово Марии Левиной. Штрих за штрихом, не спеша разметочная машина выводит на свежем дорожном полотне разделительную линию. Этой ночью недосна была бригаде из четырех художников. Формально Виталий Мошин – бригадир группы дорожных рабочих, однако занимается не ремонтом, а практически искусством. Его главная забота – обеспечить безопасность на проезжей части и эстетическую привлекательность дороги. Он наносит дорожную разметку. Мы начинаем сегодняшнюю работу вблизи новой школы, потому что нужна безопасность для детей, для всех окружающих. Без разметки у нас водители не могут ездить, правильно? Они не могут поделить дорогу. То есть разметка нужна для того, чтобы автомобилисты знали направление своего движения. На полотно наносят термопластик со светоотражающими шариками. Последние нужны для того, чтобы водители смогли в любое время суток видеть разделительные линии, что позволит избежать ДТП. Материал заготавливают заранее, уже на месте его переливают в разметочную машину и начинают творить. Гарантия на разметку год, но при небольшой интенсивности движения она может сохраниться и до трех лет. Сейчас работа снова проводится на тех улицах, которые выходят из ремонта. После проведения ремонтного покрытия верхние условия, как ремонт и картами. То есть погодные условия пока позволяют работать. Разметка всегда находится комплексно. Потому что после ремонта улицы намного асфальтно-бетонное покрытие в соответствующем с локацией наносится полностью. Продольная разметка и поперечная, пешеходные переходы, дополнительные знаки информации и так далее. То есть улицы обрабатываются комплексно. Дорожная разметка – это часть ремонтных работ на пятой просеке. Напомним, дорогу здесь привели в порядок картами по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Всего в Самаре запланировано нанести разметку на площадь 106 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день выполнено 85%. Мария Левина, Сергей Баскин. События. В сентября и до Нового года в муниципальном общественном транспорте Самары можно ездить почти на 30% дешевле. Для этого нужно всего лишь стать обладателем карты жителя Самарской области. Ее можно получить в одном из федеральных банков. Электронный документ многофункционален. Это и кошелек, и медицинский полис, и другие дополнительные услуги. Подробнее о транспортной составляющей расскажет наш корреспондент Сергей Кизоркин. Офисный сотрудник Фарида Харитонова живет в одном из спальных районов города. На работу в историческую часть Самары добирается на трамваи. С недавних пор проездной билет стал намного дешевле. Благодаря новой банковской карте жители Самарской области, объединяющей в себе несколько полезных функций. Если я раньше тратила сумму около 5000 в месяц на проезд, то сейчас трачу намного меньше. Именно с этой карты это очень удобно. Никита Послушаев, персональный менеджер, весь день в разъездах, чтобы не искать парковок, для удобства пересел из автомобиля на общественный транспорт. Семья уже моя вся точно так же выпустила карту. Пока ждем оформления, потому что так недавно запустилась. Карта жителей Самарской области объединяет сразу несколько документов. Медицинский полис, электронный кошелек. На нее можно перечислить зарплату и использовать в транспорте для оплаты проезда. В метро, так и в автобусах, троллейбусах, трамваях от суммы 29 рублей. То есть как при оплате банковской карты, так и стандартной транспортной карты. На чеке будет показано, что 29 рублей. Чуть позже вам придет уведомление о списании с вашего счета 21 рубля. Акции действуют до конца года в Жигулевске, Тольятти, Сызрани и Самаре. Выигрывают все. И пассажиры, и транспортные предприятия. Транспортное предприятие как работало, так и работает. Какой объем выручки оно получало, такой и получает. Выгода направлена именно на пассажира, на привлечение внимания к такому способу оплаты, как безналичный расчет и именно с использованием карты МИР. Мы всегда прислушаемся к нашим пассажирам. Они обращаются в соцсетях и на горячую линию общественного транспорта. Мы совместно все работаем со всеми перевозчиками, операторами и слышим наших пассажиров. И поэтому приятные бонусы такие предоставляем. Увеличение пассажиропотока и, как следствие, увеличение выручки и доходности предприятия. Полностью нам это все компенсирует также оператор транспортного города Самара. А ему, в свою очередь, компенсирует национальный платежный оператор. Карту жителей Самарской области может получить в одном из федеральных банков любой человек старше 18 лет. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События. Темпы вакцинации, особенно людей пожилого возраста, нужно нарастить. Об этом говорили на заседании областного оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса. Заседание провел заместитель председателя регионального правительства Александр Фетисов. Какие еще решения были приняты в нашем сюжете? На минувшей неделе в регионе было зафиксировано на 2% меньше случаев заболевания коронавирусом. В то же время наблюдается рост в четырех возрастных группах – детей до 1 года, с 1 года до 6 лет, 15-17 лет и 65+. Опасения вызывает и рост заболеваемости ОРВИ. За прошедшую неделю зарегистрировано более 10 тысяч случаев, тогда как за такой же период прошлого года в два раза меньше. Больше стало и заболевших вне больничной пневмонии. По словам министра здравоохранения региона Армена Беняна, медики стараются максимально сохранять объемы специализированной помощи, проводить диспансеризацию. Однако пришлось пополнить ковидный коечный фонд сотней мест в больнице Середавина. Еще 70 появилось в модульном корпусе психиатрической больницы. На лечении в больницах находится 3781 пациент. Это уже наш последний рубеж, после которого мы, если не будем все вместе предпринимать соответствующих мер, это и вакцинация, противопиологические различные мероприятия, все, мы начнем опять сворачивать койки, а это значит люди, которые у нас с другими серьезными заболеваниями не будут должной эффективной медицинской помощи получать, и уже их состояние будет ухудшаться вплоть до самого нехорошего. Снизить риски для здоровья помогает вакцинация. Сейчас привиты около 1 миллиона 20 тысяч жителей. Из них оба компонента получили 897 тысяч человек. Но темпы недостаточные, считают участники оперштаба. Осенний сезон традиционно оказывается непростым еще с доковидных времен. Очень тяжело болезнь переносит непривитые пожилые люди. Было принято решение интенсивнее вести разъяснительную работу с этой категорией населения. Очень тревожная ситуация, связанная с ростом заболеваемости у старшего поколения. Это что? Это заболел человек 60+. Сразу очень серьезно начинается история уже в лечебном учреждении. А особенно если он не привит, я вам хочу сказать, тоже на основании больших данных, ничем хорошим это не заканчивается. Со 2 сентября начнутся проверки предприятий, которые входят в список обязательных для вакцинации. Кроме того, с завтрашнего дня в регионе стартует вакцинация против гриппа. В медицинские организации региона распределены около 300 тысяч доз. Интервал между прививками от коронавируса и от гриппа должен составлять не менее месяца. Виктория Шара и события. В областном центре подвели итоги второго тура акции «Самара Я привит» для жителей, которые завершили вакцинацию от коронавируса с 26 июля по 31 августа. Победителей выбирали по специальной математической формуле. В прозрачности процедуру убедилась и наша съемочная группа. И с вакцины, и с призом. В областном центре подвели итоги второго тура акции «Самара Я привит» для жителей, которые завершили вакцинацию от коронавируса в период с 26 июля по 31 августа. Свыше 15 тысяч участников поборолись за 258 призов. От телевизора, ноутбука или смартфона до билетов в театры и музеи. Второй этап прошел более спокойно. Видимо, уже очень много людей в первом этапе посмотрели, что и как требуется. И, соответственно, поспешили сделать вакцину. Победителей, которые получат дорогостоящие подарки, выбирали по математической формуле, которая привязана к курсу валют на сегодняшний день, и номеру СНИЛС, который указывался при регистрации. Скажите, пожалуйста, вы подтверждаете, что вы сделали прививку? Да, две. Вот этот, который спутник. Ваш приз – смартфон. Ух ты, спасибо. Какую вакцину вы сделали? Спутник 2. Наталья, мы констатируем тот факт, что вы стали победителем акции и ваш приз – смартфон. Ой, спасибо. Расскажите о себе. Я работаю у шефа. Ходил у меня, я люблю готовить. Вот. Победители акции «Самара, я привит» получат информационное письмо на электронную почту или телефон, данные, которые использовались при регистрации. Для получения приза участнику необходимо подтвердить данные, указанные в заявке, а также предоставить сертификат о проведении профилактической прививки. Информация о победителях акции также будет опубликована на сайте samarayaprivit.rf. Ольга Хомракулова, Сергей Баскин. События. Поездки к морю, городской туризм и оздоровительные курорты. Этот летний туристический сезон оказался гораздо насыщеннее, чем в прошлом году, когда из зарубежных направлений только в августе открыли Турцию. Несмотря на то, что власти Краснодарского края этим летом ужесточили правила заселения в отели, регион стал лидером по посещаемости. Где этим летом отдохнули самарцы, расскажет Светлана Кудрявцева. Краснодарский край с начала года посетили более 11 миллионов туристов. Это на 20% больше, чем в прошлом пандемийном году, но не дотягивает до уровня 2019-го, когда на Кубань приехало 15 миллионов. В Крым за 7 месяцев приехало на отдых более 5,5 миллионов человек, на четверть больше, чем в 2019-м. Самарцы, как и большинство россиян, отдыхали в Сочи, Геленджике, Анапе, Туапсе. Однако, если в прошлом году отдых испортил коронавирус, то в этом было много природных катаклизмов. В зависимости от погоды нам приходилось уже в этом году корректировать немножко полетные желания туристов. Кто-то хотел в Турцию, были пожары, мы ориентировали их на Анапу. Прилетали в Анапу, там были дожди, там были наводнения. Вот такой сложный сезон был в этом году. Кроме пляжного отдыха, самарцы отдавали предпочтение активному туризму и осваивали другие регионы. Были поставлены чартерные рейсы, и они пока продолжаются на остров Сахалин. Причем очень хорошие цены, то есть в пределах 40 тысяч рублей на человека, а то иногда и дешевле, на неделю можно было с экскурсионкой, с перелетом спокойно летать на Сахалин. Хорошие очень цены на Байкал. Большой интерес людей к Закавказью, вообще к Кавказу. То есть, соответственно, Дагестан, Чечня. Вот эти направления, причем даже то, что не пляжное, а именно экскурсионное, это у многих вызывает большой-большой-большой интерес. Популярным видом отдыха стал городской туризм. Здесь бессменным лидером остается Санкт-Петербург. Многие в этом году рванули в Калининград из Самары-Чартера. Приток туристов туда вырос в два раза. Многие предпочли отдыхать на современных оздоровительных курортах, но и популярностью пользовались зарубежные направления. В этом году, несомненно, было больше у нас возможностей по странам. В том году у нас открылась только Турция, и выбора практически не было. И то это были первые туристы, которые решились в пандемию куда-либо ехать. В этом году намного больше выбор. Например, Турция, Кипр, были в начале лета чартерные рейсы в Эмираты. Также россияне выбирали Грецию, Черногорию, Хорватию, но и Египет с перелетом до Каира. На сентябрь уже открывают прямые перелеты из разных городов России на популярные египетские курорты Хургаду и Шарма-Шейх. Светлана Кудрявцева, Константин Головин, События. Первый слет институций современного искусства международного уровня завершил свою работу в Самаре. На форум приехали молодежные делегации из разных регионов России и ближнего зарубежья. Что обсудили и к чему пришли, выяснил Сергей Кизоркин. 80 институций из России и стран ближнего зарубежья, всего почти 200 участников. Все они приехали в Самару на первый слет творческих организаций. Среди представителей современного искусства и художники в широком смысле этого слова, и продюсеры. Все они мечтают быть замеченными публикой, как в своем регионе, в своей стране, так и за рубежом. Мы уже договорились на какие-то вылазки, чтобы куда-то поехать, посмотреть, увидеть, что у кого происходит. В той же Самаре мы много увидели здесь не только государственные музеи. Нам также представили тот арт-комьюнити, именно современного искусства, андерграундного даже, который для нас был очень интересным. В прошлом году из-за эпид-обстановки слет прошел в онлайн-формате. Сейчас местом встречи стала Самара. В течение нескольких дней для участников проходили лекции, воркшопы и дискуссии на крупных площадках города. В результате культурного обмена самарские творцы поедут покорять искушенную публику в другие регионы и страны. А к нам приедут гастролеры, среди них и художник из Воронежа Ян Посадский. Меня пригласили сделать работу в Самаре, потому что для меня этот город имеет особый интерес, в нем такой особый дух. И здесь мне интересно бывать, и хочется бывать здесь чаще, и не просто так, а с интересными проектами, которые действительно понравятся самарцам. Мне очень важно, чтобы в уличном искусстве не было вот этого вот эксцентричного выкрика. Это все должно очень гармонично быть вписано в городскую ткань и развивать ее, то есть гуманизировать. Профессионалы в области современного искусства обсудили также, как привлечь спонсоров для реализации проектов, выстроить отношения внутри коллектива и как реализовать творческие начинания. Самара в этих вопросах вышла на лидирующие позиции в стране и стала одной из региональных столиц современного искусства наравне с Екатеринбургом и Нижним Новгородом, отмечают эксперты. Здесь в Самаре достаточно развитый культурный ландшафт изначальный, и в ДНК города буквально вшито современное искусство и культура. Достаточно очень интересные происходят выставки, очень интересные художники. Мы сходили в мастерские художников, и хочется, чтобы наш слет, институция современного искусства, также благотворно повлиял на развитие здесь различных художественных процессов. Инициатором проведения форума стали областные власти. В итоге при их поддержке планируется реализовать новые творческие идеи. Сейчас уже у нас наступает старт проекта «Самара Граунд» в ближайшее время. Это проект, который объединит в себе большое количество художников со всего мира. Он в этом году будет и в Самаре, и в Тольятти. И этот проект удивит действительно публику мировую. Мы постарались сделать так. Чтобы популяризировать современное искусство, участники слета решили создать тематические журналы, как в бумажном, так и в цифровом формате, а также повышать собственную медийность. Ведь только так можно будет приобщить к современной культуре больше зрителей, а художникам – почувствовать себя востребованными и нужными обществу. В Самару привезли из Ташлы чудотворную икону Богородицы – избавительница от бед. Сейчас она находится в Кафедральном Софийском соборе. Затем до 20 октября святыня будет путешествовать по городским церквям и монастырям. Поклониться образу Богородицы верующие могут ежедневно – с 7 утра и до 8 часов вечера. О чудесах, которые случались с людьми после таких встреч, расскажет Сергей Кизоркин. Евгения Егорова к чудотворному образу Пресвятой Богородицы, избавительнице от бед, пришла поклониться с благодарностью. Пять лет назад она специально поехала в Ташлу просить у нее, чтобы сбылась главная мечта в жизни. Чудо не заставило себя ждать. Господь услышал молитву, считает Евгения. У меня родилась дочь, а теперь у меня сын. А так как у меня уже возраст, видно, преклонный, под старость лет у меня теперь дети. И Ерей Андрей Цыганов впервые услышал о Ташлинской иконе Богородицы, избавительнице от бед, когда учился в Верхотурской семинарии, что на Урале. Тогда образ был местной самарской святыней. С недавних пор сенот канонизировал ее для почитания по всей России. Икона очень действительно чудотворная. Все, наверное, в Самаре, с чего начинаются паломнические поездки, это, наверное, скорее всего, как раз с монастыря Строицкого, который находится в Ташле. И вот, наверное, в первую очередь пробегают к этому образу иконе избавительницы от бед. Просим, чтобы нам даровала любовь, вот такую ревностную любовь ко Христу и даровала нам духовное возрастание, физическое возрастание. Чудотворный образ Богородицы в октябре 1917 года выкопала из земли крестьянка Екатерина Чугунова, где искать икону ей указала во сне сама Дева Мария. Вскоре на месте удивительной находки забил родник. Святой источник, как и образ Богородицы, избавительницы от бед, известна не только в нашей стране, но и за рубежом. Считается, что две эти святыни обладают целительной силой. Сама Божья Матерь для нас является чудо-заступницей и нашим покровителем во всех делах. Мы обращаемся не к конкретной иконе, не к самому дереву, а к Божьей Матери, которая нас слышит через это и которая помогает, которая всегда является для нас этим целебным источником. Два месяца чудотворная икона Богородицы будет путешествовать по городским церквям. До 11 сентября к ней можно будет приложиться в Софийском соборе. Затем ее ждут прихожане в храмах святых апостолов Петра и Павла у губернского рынка и Богоявления Господа в Волгарии. Потом икону снова вернут в Софийский собор. Оттуда отправят в Покровский у стадиона «Динамо». Затем на очереди Иверский женский и Воскресенский мужской монастыри. Ежедневно там, где будет находиться образ, будут проходить по три молебна Богородицы. После литургии, затем в час пополудни и после вечернего богослужения. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на нашем официальном сайте Самары Гиз, в нашем телеграм-канале и на страницах социальных сетях. Всего вам доброго и отличных выходных! Субтитры создавал DimaTorzok